Смотрите, ко мне какой-то кот пришел. Какой красивый котик ко мне пришел! Ты ко мне пришел, Лялечка, ты хочешь быть моим котиком? Чёрненький! Ой, какой котик! Какой красивый котик! Так, ты только не убегай! Ты не убегай, давай я выйду, давай! Ты не пугайся, не пугайся! У нас погода просто прелесть! Я уже замела наш задний, как это, крылечко, так сказать. Хотя, знаете, уже начинается период, когда начинает теплеть, и за период зимы сам себя засрал, извините за выражение. И надо начинать что-то делать. То я хоть немного подмела, вычистила стулья, чтобы можно хотя бы сесть и послушать птиц. Работы много, много щепок. После того, как пацаны тут дрова рубали, за всю зиму понасобиралась. Так что надо приводить в порядок, чтобы можно наслаждаться этим периодом, когда ещё, когда уже не холодно, но ещё не жарко, и комаров нету. Вот. А дуванчики уже цветут. У нас вообще красота. Красота красотень. О! Меня кто-то зовёт. Так, мы едем с Джашиком в школу. Он решил составить мне компанию. По идее, я не уверена, на прошлой неделе Скалет говорила, что у неё должно быть дополнительный урок по английскому. По понедельникам и субботам. В субботу она пропустила, так как её не было в городе. то она, возможно, ещё останется на урок. А вот... Блин, я даже не знаю, до скаке она мне никак не сказала. Ладно. Вот. Что ещё хотела сказать? А... Время-то и Габриэла я заберу. Опять какой-то... Ну, блин. Праздник у нас завтра. Ну, Габриэлу 16 лет, всё-таки, как бы, такая хорошая дата, да. Но он... Мне ничего не надо. Мне надо только деньги на мою машину. Это всё, что он хочет. Надо, как бы, продумать. У меня ещё этот торт мороженый. С прошлой недели. Ну, с прошлой недели. Мама купила для Джашика, а я же купила ему шоколадный торт, который он хотел. Вот. То у нас в морозилке, как бы, ещё торт есть. Ну, я могу спросить Габриэла, если он хочет, чтобы я ему что-то испекла. Я даже не знаю, что мы завтра делаем. Просто, он говорит, мне всё равно. Что-то делаем. По-семейному, наверное, отпразднуем. А с друзьями он уже, наверное, будет делать немного позже. Либо на выходных соберутся и куда-то выйдут. Погода замечательная. Очень весеннее. Ладно, едем в школу. У меня флаг. Уже давно здесь не висел, он упал. То я его сегодня, Дэнни, занёс его внутрь. Я его сегодня привязала верёвкой, чтобы не падал. А то, блин, американцы флаги выставляют. А тут украинка такая. Вот. На ужин я решила сделать котлеты. У меня ещё куча фарша, видите, осталась. Так что будем делать котлетушки. Здесь у меня свинина и говядина. Хотя обычно я делаю из индюшачьего фарша. И здесь у меня сыр. И сыр, и хлеб, и лук. Всё как положено, но сыр. Вот. Будет интересно. Посмотрите, послешкольный перекус у моей девочки. Четверть мороженого торта. Нормально так растёт, девочка. Ой, выгнала своих. Какая красота, птиц поют. Солнышко. О, мои сайчики-побегайчики. Какие умнички, прыгают красиво. Каски is my imaginary friend. О, реально, you have imaginary friend? I'm so tired. Ты быстро устал. Что такое? Ой, молодец. Ой, молодец. You know whose birthday is tomorrow? What? He is sixteen. No, I fourteen. You fourteen? You are four. Говорит, мне четырнадцать. Нет, давай не будем спешить. You are four. That's right. There is no such thing as eleven-teen. Be careful. Смотрите, как это. Sure. Надо палки собрать. Уже и трава растёт, смотрите. Okay, I'm trying. You hang on. Ой, хорошо, красота. Тепло очень. Что ж ты себя останавливаешь? Тепло очень. Hang on. Молодец. Ой, красота. Ставь. Ставь. Сестра приехала. Айна. Так странно, говорит, что нет какашек. Это да. Всё-таки. Убирать больше не за кем. Надо бы прибрать всё остальное, а так. Хай. Высоко хочет летать наш мальчик. Он хочет, чтобы я его катала, а мама стоит и замечает. Вот надо там палку подобрать, надо там палку подобрать. А мне не дают. Высоко сижу, далеко гляжу. Толкай её, чашка. Что это? Чашик, осторожно, ты что делал? А ты её ждёшь, чтобы вместе поехать? Какой же ты предпринимательный мальчик. А она туда не идёт. Ох, эта девочка. Тут явно после того, как играли с Мерси с чашеком, надо убирать. Всё тут раз, раз. Да тут всё надо убирать уже. Надо это бы попылесосить, попрыскать от жуков и всё такое. Мало что за зиму завелось. Я из Скарлетт. Вы бакулы? Да, да. Бакулы. Вообще, так светло, аж дико. 7 часов почти. Мы решили ехать в магазин. Ну, Скарлетт у неё свои там запросы, которые она хочет посмотреть. Мне, я хочу заехать в Сэмс Клуб, мне на Нателло, и Габриэл попросил чизкейк на его день рождения. Я говорю, отлично, сделаем. И что ещё? Наверное, заеду в магазин, там где декорации, там партии сети. И, может, подкуплю что-нибудь, какую-то декорацию. Габриэл поехал с другом в спортзал, уже давненько. Он уже успел приехать и кричит, мама, можно мне на бейсбол в школу, где они учились, в христианскую школу. У них там игра бейсбольная. Я говорю, ну хорошо, езжай. Так что у него время с другом. Джульетта, она встречалась с Софией. Ей фотки надо было сделать. В этой Софии была её модель для школы. И она уже вернулась, так что я сказала, у Джульетта, смотри за малыми. Я их уже покормила. И мы едем. Магазинка. В магазине в Сэмсклубе. Я купила копченый лосось. Ну, думаю, может, если я сегодня не найду, завтра куплю какой-нибудь, где-нибудь в другом месте. Ну, и, конечно, Нутеллу. Левка Парис Сити. Не знаю, что можно взять. Габриэл всё-таки не девочка. Как бы сильно мы перетруждаться не будем. Это мне подходит. Боже. Да, ну, для девочек у них, конечно, есть декорация. Ага, 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 ага. Да, как-то так. Купите мы такое с Пушко. Возьму хотя бы свечки. А что они какие-то? Это так и надо. Можно взять. What are you looking for? I'm looking for black people. Where were they? Well, that's a cute pink one. Okay, let's go look for black. Well, you're probably looking at the wrong places. This is the pillows over here. Ладно, меня к посуде занесло. Скарлетт пока там что-нибудь найдёт. Я ещё и деньги потрачу к этому времени. Я на эти сито смотрю. Потому что хотим скоро с Габриэлом на рыбалку поехать. Кстати, надо. Надо сесть и придумать. Но это слишком маленькие дырочки. У меня побольше. Девчонки говорят, что в магазине ресторана принадлежности есть, что там купить можно. Так что пойду там куплю. Короче, купили ей одеяло. А купили, потому что она сделала такой, ну как под мех типа. А ей нужен мех. А чтобы купить просто материал мех, он стоит дорого. А это одеяло стоит 9 долларов. Поэтому и купили. Вышли из положения. Ехать домой, но всё же решила пойти в ресторс. Посмотрю, если у них есть чизкейки. А плюс мне молоко надо бы подкупить. Ну, если всё есть, то купим. И уже завтра волноваться не будем за это. Так, сбросила я детей нашего именинника. И девчонки спрашивают, какие у тебя планы сегодня, Габриэл? Он говорит, подать на работу. Так что ему сейчас назать, он хочет подать на работу в бензоколонке, в бензозаправке. У него друг там работает и, в общем, он хочет тоже там работать. Так что посмотрим, как это всё будет получаться. Я спросила, ты хочешь есть где-то в ресторане или ты хочешь есть дома? Он говорит, дома я больше ем. Потом подумала, хочет техасский родхаус. Такой ресторан, такой кантри. И стейки и всё такое. И он говорит, я не хочу, чтобы отец сказал, что у меня день рождения, и меня заставили ездить на седле. Они для именинников выносят такое седло. И, короче, поют ему песни, пока он там на этом седле едет. Я говорю, хорошо, сделаем так, чтобы тебя не посадили на седло. Вот, ну, в общем, как бы такой план. Панкейки он съел, я ему принесла, ещё омлет сделала с беконом. Так что у него был хороший именинный завтрак. Я сказала, что не смогла ещё чизкейк купить, но куплю. Он говорит, нормально, нет проблем. Вот. Ну, как-то так. Еду домой. Буду я закрывать влог. К нам пришла бабушка, она будет играться с джошиком некоторое время. Принесла подарок Габриэлу. И проведёт некоторое время здесь. Так что, а я, пожалуй, буду закрывать влог. Делать свои дела. Не знаю, сколько я записала, понятия не имею, какое длинное это видео будет, уже какое будет. Огромное спасибо за просмотр, ваш поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я молюсь за вас. Мы верим в победу, в мирное небо и свободную Украину. До новых встреч и bye-bye. Субтитры подогнал «Симон»